Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Юрвиста. Меня зовут Арутин Бабаян, я являюсь экспертом по вопросам эмиграции. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про получение гражданства в Парагвае. Рискну предложить то, что максимум, что вы знаете про эту страну, то что эта страна находится в Латинской Америке и у неё нет выхода к морю. И в большинстве случаев основные знания про эту страну у людей заканчиваются. Поэтому я решил подготовить буквально несколько пунктов, которые бы хоть немного вам рассказали бы про эту самую страну. Первое – это то, что официальные языки в Парагвае – это испанский язык гуарани, это язык коренных народов. И особенность Парагваи заключается в том, что это единственная страна Латинской Америки, где гуарани является подавляющим языком, то есть языком коренных жителей страны, а не испанских конкурсадоров. Интересный факт. В Парагвае есть памятник донским казакам, которые сражались на стороне этой страны во время войны с Боливией. Казак Иван Беляев является одним из национальных героев Парагвая. А теперь я перейду к налогам. Дополнительную информацию по Парагвае вы можете увидеть на просторах интернета. Её очень много. Поверьте, Парагвай – это одна из тех стран, которым может похвастаться реально очень богатой и интересной историей. Что касается налогов. Почему я делаю именно акценты на налогах? Дело в том, что все страны Латинской Америки, они, в общем-то, относятся к странам с довольно-таки высоким уровнем налогообложения. В то время как Парагвай – нет. НДС в Парагвай составляет 10%. Налог на доходы физлиц, который у нас называется НДФЛ, у них это называется налогом на персональный доход, у них составляет 10%, у них это фиксированная ставка. Налог на прибыль организации составляет точно так же 10%, в отличие от других стран, там, допустим, Мексики, где налог может составлять и 35%. Особенность Парагвая ещё заключается в том, что в Парагвае действует территориальный принцип налогообложения. То есть это что означает? На доходы, полученные за пределами Парагвая, налог отсутствует. Многие люди, зная эту особенность, используют Парагвай в своих схемах структурирования активов для того, чтобы снизить фискальную нагрузку. И чуть позже я вам расскажу, как это непосредственно отражается на вас. Но прежде чем мы об этом говорим, давайте мы с вами порассуждаем вообще, зачем нужно гражданство Парагвая, для чего оно и что оно даёт. Как и любая другая страна, дающая гражданство россиянам, гражданин Парагвая может открыть совершенно спокойно банковский счёт. Согласитесь, на сегодняшний момент это реально очень актуальный вопрос. Далее, как гражданин Парагвая вы получаете доступ ко всем финансовым площадкам. Соответственно, если раньше у россиян, имеется в виду с 24 февраля по текущий момент, реально были проблемы с тем, чтобы там выйти на какие-то площадки, где-то закрывался доступ, где-то были какие-то ограничения, то как гражданин Парагвая у вас никаких этих ограничений нет. Что ещё? Ну и естественно мы говорим про то, что эта страна даёт определённое количество стран с безвизовым посещением, куда входят все страны Европы, включая Шенген и те страны, которые не входят в Евросоюз. В общем, мы берём континент Европы и все страны для парагвайцев безвизовые, в том числе и Великобритания, Россия, Украина. Я подчёркиваю этот момент, потому что на сегодняшний день, естественно, есть определённые проблемы между гражданами наших стран и посещение гражданами, допустим, России и Украины, или украинцами России, это немножко идёт затруднительная история. В данной ситуации парагвайское гражданство решает данный вопрос. Что ещё можно сказать про гражданство Парагвая? В том случае, если вы захотите стать её налоговым резидентом, то вы, соответственно, можете получить определённого рода преференции в плане фискального планирования. Как я уже ранее говорил, доходы, полученные за пределами Парагвая, в Парагвай не облагаются никакими налогами. Как это используется на практике? На практике очень часто используется так, что люди становятся налоговыми резидентами Парагвая, открывают какие-то компании или там открывают какие-то свои личные счета за рубежом, соответственно, они зарабатывают денежные средства. В каких-то странах они платят налог у источника там, на местах, соответственно, в Парагване не платят родным счётом ничего. И, соответственно, ваше планирование фискальной нагрузки, оно будет зависеть от того, в какой конкретной стране у вас произошёл доход. Если, условно говоря, у вас есть доход, полученный из Объединённых Арабских Эмиратов, а вы являетесь налоговым резидентом Парагвая, то у вас получается ситуация, когда вы, в принципе, никакие налоги платить нигде не должны. И это является одним из тех пунктов, которые являются важным для тех, кто активно занимается планированием своей фискальной нагрузки. Я предлагаю перейти к обсуждению того, каким образом вообще происходит процедура получения гражданства Парагвая. Первое, это, естественно, идёт подготовка досье. То есть, что это означает? Это собираются все необходимые документы, это справка о несудимости. Это очень важный момент, потому что Парагвай, в отличие от других стран, которые могут закрыть глаза на то, что у человека в прошлом что-то было, Парагвай на это глаза не закрывает. Поэтому стать гражданином Парагвая может только тот человек, у которого, в принципе, не было никаких судимостей. Второе, это, соответственно, подготовка информации о вашем финансовом состоянии. Что это имеется в виду? То есть, Парагвай должен понять, каким образом вы зарабатываете денежные средства и сможете ли вы жить в этой стране. Да, конечно, немножко интересны требования, с учётом того, что в Парагвай уровень жизни крайне низкий, соответственно, там доходы у населения крайне низкие. Но, тем не менее, одно дело, так говорится, своё, а другое дело – это иностранцы. Как правило, иностранцы готовят следующее подтверждение доходов. Это договор аренды жилой или нежилой недвижимости. Это самое простое, что можно сделать. Точно так же, как и Аргентина, про которую я говорил ранее, Парагвай достаточно увидеть то, что у вас есть контракт на аренду недвижимости. Он не будет проверять, насколько реально у вас идут поступления. То есть он прекрасно понимает то, что вы можете получать разными путями оплату за сдаваемую недвижимость. Соответственно, требовать прямо доказательства в виде банковских выписок, как это делается в европейских странах, таких, как, например, в Италии, Германии, в Испании и так далее, он не будет. Всё, контракт есть, готово. Соответственно, ещё нужно будет подготовить справку о хорошем здоровье. Что значит хорошее здоровье? Это означает то, что у вас отсутствует ВИЧ-инфекция, что у вас отсутствует сифилис и иные заболевания. А также у вас, соответственно, на сегодняшний момент это, естественно, важно. Тем не менее, у вас отсутствует ковид, вы сделали прививку или же вы уже переболели. Далее вы приезжаете в страну для того, чтобы сделать соответствующую доверенность на местного юриста, который будет вести ваш профайл и поможет вам пройти проверку в МИДе и в Интерполе. Как я уже ранее говорил, Парагвай не принимает никого, у кого ранее была судимость. Поэтому я знаю, что некоторые люди могут, так сказать, сделать правильную справку, но тем не менее, имейте в виду то, что по всем каналам это всё равно может быть пробито и выяснено. Поэтому на начальном этапе, прежде чем приступать к этому вопросу, всё-таки стоит обратить внимание на своё прошлое. Далее, после того, когда проверка была пройдена, вы уже вылетаете из Парагвая и ждёте примерно период от 4 до 6 месяцев. Через данный промежуток времени вы опять должны будете прилететь в столицу Парагвая, это Асусьон, и получить, соответственно, вид на жительство. Вид на жительство вы получаете на срок 10 лет. У нас этот вид на жительство обычно называют ПМЖ, но это просто является разновидностью на самом деле в НЖ. После этого вы уже можете покинуть Парагвай, если вы того желаете. Но есть одно маленькое правило, что вы можете подать на гражданство через 3 года, но в эти 3 года вы должны посещать Парагвай хотя бы, ну, по официальным правилам там говорится, хотя бы один раз за 3 года, хотя бы на сутки, но, положа руку на сердце, я могу сказать так, хотя бы один раз в год посетите. После 3 лет, ну, после того, как пройдет 3 года с момента получения ВНЖ, вы уже подаете заявление о получении гражданства. Точно так же, как и в Аргентине, вы сдаёте экзамен на знание испанского языка. Они не будут от вас требовать знания языка гуарани. И, соответственно, совершенно лёгкий экзамен на знание конституции и истории. То есть, ну, там, в принципе, подготовиться там не так уж и сложно. И всё, у вас есть гражданство. Значит, кого можно с собой включить в заявку на получение гражданства и, соответственно, до этого на ВНЖ? Это члены своей семьи. По правилам Парагбая, членами семьи являются супруг супруга и несовершеннолетние дети. Что касается совершеннолетних детей, которые даже могут быть финансово зависимыми от вас, или родителей, которые точно так же могут быть от вас финансово зависимыми, то они в эту заявку включены быть не могут. Но они могут пойти отдельной с заявкой и пройти всю ту же самую процедуру, которую проходите вы. Как вы наверняка поняли, ничего сложного в этом нет. Нужно просто набрать определенного терпения. И самое главное в этой ситуации – это правильно подготовить все файлы, профайл, и чтобы юрист ввел ваш кейс. Теперь поговорим непосредственно про процесс налогового резидентства. То есть одно дело, когда у вас есть вид на жительство в стране, и вы находитесь где-то за пределами Парагвая, живете там, условно говоря. Может быть, даже в Россию обратно вернулись, или переехали жить в какой-то солнечный Таиланд. Тут вам надо будет решить, что вам делать. Становиться налоговым резидентом Парагвая, соответственно, тогда нужно будет выдерживать правила 183 дней в одном календарном году. Либо вы становитесь налоговым резидентом другой страны. То есть это вы можете совмещать эту историю с, условно говоря, налоговым резидентством Арабских Эмиратов, Панамы или же Таиланда, если вам нравится. И в том случае, если вы хотите сменить статус налогового резидентства. Если вы считаете то, что ваш текущий статус вас вполне устраивает, то, как говорится, ничего делать не надо. Возвращайтесь в Россию и живете тут. Многих интересует вопрос того, нужно ли декларировать наличие у себя вида нажительства или гражданства в Российской Федерации. Да, это не то, что нужно. Это обязанность гражданина Российской Федерации уведомить власти о том, что есть вид нажительства. Потом, когда идет получение непосредственно самого гражданства, вы должны выслать уведомление о том, что у вас есть второй паспорт. Какие могут быть последствия, если вы этого дела не сделаете? Ну, последствия следующие. Вас могут просто на границе не выпустить, если выяснится то, что у вас есть, соответственно, вид нажительства или паспорт, а вы соответствующее уведомление не сделали. А также может быть наложен штраф. Ну, не может быть, а скорее всего. Сложно сказать, насколько это кому-то мешает, кому-то не мешает. Но, тем не менее, рисковать тем, чтобы ваши планы сорвались, от Думы не стоит. Соответственно, к чему это может привести, вы скажете, да, там, почему, там, а что будет, если я вот скажу властям России о том, что у меня есть, там, допустим, гражданство Парагвая? Ничего не будет совершенно. Просто российские власти знают то, что у вас есть гражданство Парагвая. Все. На этом от вас больше ничего не потребуется. И к вам никаких дополнительных вопросов не будет. Если сравнивать Парагвай с Аргентиной, а это, наверное, выступать такими определенного своего рода конкурентами, да, эти страны за борьбу между иностранцами, да, что они там выбирают, чем берет Аргентина и чем берет Парагвай? Аргентина берет сроком. То есть Аргентина дает возможность получить гражданство раньше, через два года, тогда как Парагвай три года. Его ставки налогов являются одними из самых низких, а при определенном подходе Парагвай можно будет относить уже к категории мидшоров. То есть это интересная страна с нулевым налогообложением. Про офшоры, мидшоры и аншоры это вы можете узнать у наших коллег. Наверняка они вам это с удовольствием расскажут. Я же лишь скажу то, что Парагвай – это возможность планировать свою фискальную нагрузку, путешествовать без границ, это открытие банковских счетов, это доступ ко всем финансовым рынкам. Для тех людей, которые работают социальными сетями, которые сталкиваются с определенными ограничениями внутри нашей стороны или в каких-то иных странах, хорошая новость – в Парагвай этих ограничений в принципе нет. Равно, как и все остальные страны Латинской Америки, она не подвергается никакому давлению со стороны Европейского Союза, США в плане того, какая у нее идет программа получения гражданства, потому что это считается программой натурализации. То есть человек достаточно долгое время пробыл в стране. То, что по факту в этой стране не проживал, это уже никого не интересует. Закон есть, он таков. Официальное гражданство Парагвай купить невозможно, вопросов к нему нет. Соответственно, каких-то определенных рисков того, что безвизовый режим может быть отменен, он отсутствует. То есть если мы, допустим, сравним с тем, с чем столкнулись новоявленные граждане в Внуату, которые покупали гражданство этой страны, потом они столкнулись с тем, что безвиз для них закрылся, Латинская Америка не практикует продажу своих паспортов, соответственно, никаких рисков нет. Ну и надо сказать то, что, естественно, Парагвай – это правда экзотика для большинства людей. Если уж люди-то и задумывались по поводу Латинской Америки, там народ хотя бы знал то, что существует Аргентина, там есть какая-то определенная программа. В то время как Парагвай – это мало кому известная страна. Вообще, в принципе, то есть я вот спрашивал очень многих своих знакомых, людей, коллег, он подходил и говорил, «Расскажи мне про Парагвай, что ты про него знаешь?». Единственное, что мне сказали, это бананы и гидроэлектростанция. Больше никто ничего мне сказать про Парагвай не смог. И именно за счет вот этой экзотичности и за счет того, что там очень малое количество людей получает от гражданства, именно благодаря этому фактору проблем с открытием банковских счетов, пересечением границы у вас не будет, потому что не будут к вам возникать вопросы, а как вы его получили. То есть это вы купили там или еще что-то. Ну, гражданин Парагвай и Парагвай. Вот и все. На этом все. Приглашаю вас на консультацию. Более подробно про налоговую и фискальную нагрузку мы можем вас проконсультировать, когда непосредственно узнаем, какая у вас на текущий момент ситуация. Всем спасибо. Хорошего дня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»